Всем привет! На связи Мабу и на прошлом подкасте я вам рассказал о том, с чего начать свое обучение Android разработки. То есть я вам рассказал о тех самых основах, с которых нужно начать, если вы хотите стать Android разработчиком. И как я сказал на прошлом подкасте, вы, даже зная ту всю основу, вы не будете Android разработчиком. Это ваш первый трамплин на пути к Android разработке. И вот, когда вы знаете все те основы, возникает вопрос, а куда смотреть дальше, что изучать? Ведь много видео, много различных тематик. И если вы будете бросаться с одного видео в другой, то, увы, ваше обучение так растянется на очень долгие года. В сегодняшнем подкасте я вам расскажу, что нужно изучать сразу после основ. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях, и обладать современными скиллами, и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания, и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени, и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Итак, вот вы умеете создавать активики, создавать фрагменты, обрабатывать события, тот же событие тапа, кнопки. Знаете структуру проекта, знаете что такое ресурсы. То есть, вы в принципе уже можете даже какой-никакой проект запустить, но все равно решать такие более сложные вопросы у вас не получается. То есть, вы не можете создать хоть какое-то мобильное приложение. Потому что любое мобильное приложение начинается с внешнего вида. То есть, с интерфейса. Что я имею ввиду, это различные кнопки, переключатели, различные какие-нибудь красивые, те же самые чипы, выезжающие панели, навигационные меню. То есть, все то, чем мы наполняем наше мобильное приложение и все то, с чем работает потенциальный пользователь. И сложилась такая тенденция, что все вот эти вот, скажем так, виджеты, да, все вот эти вот, все вот это наполнение предоставляется библиотекой материал дизайн. Библиотека материал дизайн, она работает не только в андроид, она работает во многих областях, в том-в том же вебе. Но, скажем так, во многих других отраслях она является дополнением. В андроид она является основой. Вы, даже когда создаете пустой проект, и когда вы создаете пустой проект, вы можете зайти в файл BuildGradal Applications, и там вы можете увидеть, что библиотека материал дизайн импортирована уже у вас по умолчанию. Тем самым нам Google говорит, используйте эту библиотеку. Ссылка на сайт с этой библиотекой будет в описании, но для того, чтобы ее использовать, там нужно много додумывать, много гуглить, поэтому и вы можете много времени потерять. Я лично потерял на библиотеке материал дизайн, когда я изучал в районе 3 месяцев. Поэтому, если вы не хотите терять много времени и быстренько все освоить, то я вас приглашаю к себе на обучение. Ссылка на мое обучение есть в описании под видео. Что такое материал дизайн? Материал дизайн это библиотека, которая поставляет нам все эти необходимые виджеты, которыми мы можем наполнять наше мобильное приложение. Если вы зайдете на сайт материал дизайн, то увидите, какие виджеты нам предоставлены. Там вы слева увидите компоненты, они все в алфавитном порядке, но это верхний аббар, нижний аббар. Что такое аббар? Аббар, если вы запускаете пустое мобильное приложение, то вы всегда увидите название своего мобильного приложения, и такая синенькая или какая-нибудь другая цветная панелька. Так вот, на этой панельке мы можем размещать иконку меню, чтобы выезжало, мы можем дополнительное меню размещать. Если мы внизу размещаем, мы можем туда делать вырез и положить туда плавающую кнопку floating actions button, которая также поставляется библиотекой материал дизайн. Мы можем делать нижние навигационные панели, мы можем делать выезжающие панели, bottom sheet, диалог фрагмент, мы можем делать различные баннеры, материал карты. То есть, когда, допустим, карточка товара, мы можем оформить в виде выпуклой такой карточки, в которой внутри сосредоточены все элементы, различные продвинутые чипы, которые используются либо как для отображения выбранных опций, либо для самих опций мы можем использовать. Мы можем использовать различные интересные оформления кнопок, диалоговых окон, тоже снэкбар, который может выходить как информационное, скажем так, сообщение. Ну, там очень много-много биджетов. То есть, Material Design предоставляет все эти виджеты. То есть, освоив эту библиотеку, вы сможете создавать абсолютно любые интерфейсы, то есть, абсолютно любой внешний вид мобильного приложения и сможете устанавливать функционал для этих виджетов. То есть, вы не будете тупо уметь просто сделать внешний вид мобильного приложения. Вы будете уметь наполнять свое мобильное приложение и обрабатывать различные события в результате взаимодействия пользователей с вашими виджетами. То есть, Material Design это очень важно. Изучив эту библиотеку, вы сделаете огромный шаг дальше на пути к своему развитию. Но, вот вы знаете библиотеку Material Design. Хотя, пусть не знаете, но вы уже что-то посмотрели, себе все изучили, да, себе какие-то напоминалки, шпаргалки понаписывали. Но, с библиотекой Material Design очень важно понять UI, UX и Usability. То есть, UI это понятно, это вот как раз таки вот эти все виджеты, это внешний вид оформления нашего мобильного приложения. Но и существует такая штука, как UX и Usability. Эти термины, эти понятия, скажем так, они определяют, насколько удобно расположены все ваши виджеты, все ваше наполнение в мобильном приложении. То есть, вы должны взять свой проект, свое мобильное приложение и посмотреть со стороны пользователя, а удобно ли им пользоваться, удобно ли здесь дотягиваться до кнопки, интуитивно понятно ли здесь расположен контент. То есть, посмотреть, удобно ли пользоваться вашим приложением. Если вам уже неудобно пользоваться тем самым приложением, которое вам очень дорого, потому что вы его сами разработали, то срочно все меняйте. Если вам неудобно пользоваться, то вашим пользователям и подавно будет неудобно пользоваться. Итак, мы изучаем библиотеку Material Design, мы изучаем понятие Usability и UX. После того, как мы научились делать интерфейсы для нашего мобильного приложения и обрабатывать их функционал, мы приходим к изучению следующего биджета, который отчасти связан и также с библиотекой Material Design, но является нечто большим, более глобальным. Это ViewPager. ViewPager это некое подобие слайдера из веб-программирования, то есть это контент, который можно листать. Суть его создания в следующем. У вас есть несколько контентов, которые вы хотите загружать в какой-то листающий слайдер. Вы создаете один фрагмент, второй фрагмент, третий фрагмент. В каждом из фрагментов вы делаете контент, какой-то контент. Потом в Activity, где вы или в другом фрагменте, где вы хотите его отображать, вы устанавливаете специальный виджет. Но это еще не все. Вам нужно подгрузить контент из этих фрагментов в виджет ViewPager. Для этого вы создаете специальный отдельный класс адаптера, который позволяет наполнять ваш виджет ViewPager контентом из различных фрагментов. Также можно сделать различные там внизу под этим ViewPager навигационные панельки и можно листать этот контент. На основе ViewPager создан виджет вкладок, tabs, да, то есть вкладки. Они все известны также и в сфере создания сайтов, но это просто вкладки. Кликать, тапать по вкладке, отображается один контент. Тапать по другой вкладке, другой контент. То есть ViewPager, он достаточно легкий к изучению. Но опять же, у меня, допустим, на курсе для этого есть отдельный урок. После того, как вы изучили ViewPager, немножко познакомитесь с листающим контентом, следующий шаг, он очень важный. Здесь вы должны изучить виджет RecyclerView, то есть построение списков. В 90% экранах используется RecyclerView. Что такое RecyclerView? Список постов, это RecyclerView. Список опций, это RecyclerView. Список с категориями товаров, это RecyclerView. Все, что в основном листается в мобильном приложении на 90% это RecyclerView. Я, кстати, даже видел очень несколько вакансий, где основным требованием было знание RecyclerView. Но с RecyclerView есть некая проблема. Но до нее мы дойдем. Как создается RecyclerView? Смотрите, у вас есть, допустим, вам нужно сделать список с категориями товаров. Даже не так, список с карточками товаров, то есть есть множество товаров, вам нужно его оформить в виде списка. Этот список будет состоять из каждого элемента. Один элемент это одна презентация конкретного товара, которая состоит из изображения, из названия товара, из цены товара. Всю эту верстку каждого элемента нужно где-то предусмотреть. Мы создаем под него отдельный файл верстки. После этого, когда у нас есть отдельный файл верстки, нам нужно понять, в какой активитель и фрагменте мы будем отображать этот список. То есть это RecyclerView. В этом активитель и фрагменте мы размещаем специальный виджет RecyclerView. Отлично. Кроме того, нам нужно, ой, опять же сказал, мы предусмотрели верстку каждого элемента, именно для изображения, названия товара и цена товара. Но этот, скажем так, RecyclerView мы будем наполнять в соответствии с этой версткой, но по конкретному конструктору мы должны наполнять. Поэтому мы должны создать отдельный класс, в котором объявим переменные именно для этого изображения, для названия товара и для цены товара. И для того, чтобы завершить наполнение нашего RecyclerView контента, нам нужен создать специальный адаптер. Адаптер будет заниматься именно наполнением нашего RecyclerView в соответствии с макетом каждого элемента по соответствующему конструктору, который мы создали. И все эти файлы вместе, взаимосвязи, именно создают вот такие классные списки, которые мы видим в каждом мобильном приложении почти на каждом экране. Это очень важно. И такой очень тонкий момент связан с тем, как же нам, допустим, у нас в каждой карточке есть кнопка подробнее, да, и как нам обрабатывать таб именно не по всей карточке, не по всему элементу, да, а только по этой кнопке. Для этого нужно, мы должны делать обработку кутабов. И если вы будете гуглить, как это делается, то вы в 90% случаев увидите, что весь таб обрабатывается, и вся бизнес-логика выносится в адаптер. А это в корне неправильно, потому что адаптер должен заниматься лишь наполнением RecyclerView контента. Правильным подходом является размещение всей бизнес-логики в том активите или фрагменте, в котором у вас расположен, скажем так, виджет RecyclerView, но передей, ну, тем не менее, нужно само событие таба по кнопке расположить в самом адаптере. То есть нам нужно будет передавать с адаптера события в Activity, где расположен RecyclerView, и там уже прописывать всю эту бизнес-логику, а в идеале вообще вынести в отдельный класс. В общем, в этом также вся сложность состоит, в которой об этом почти никто не говорит, никто это не раскрывает, и начинающие ученики, они, как правило, делают просто глобальные ошибки, и потом удивляются, почему у них список тормозит. На своем курсе я как раз-таки рассматриваю RecyclerView, я даже сначала, я периодично эти уроки по RecyclerView переписываю, потому что более подробно что-то хочу новое рассказать на курсе, потому что курс как таковой у меня обновляемый, и вся информация обновляется. Это вот очень важно. Кроме того, RecyclerView очень тесно заработает с базами данных. То есть, любую информацию, которую вы выгружаете из базы данных, ее нужно где-то формировать. И на 95% всегда эта информация формируется в виде RecyclerView. Так вот, подводим итог нашему сегодняшнему подкасту. Вторым шагом по изучению Android разработки, это изучение библиотеки Material Design, изучение ViewPager и изучение RecyclerView, и пониманием того, как оно все строится. Ну, а на сегодня это все, что я вам хотел рассказать. На следующей неделе мы поговорим уже про третий шаг. Я вам расскажу, что же делать дальше, когда вы уже умеете делать вот такие вот крутые штуки, про которые мы сегодня с вами поговорили. На сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующей неделе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok